Выбирая удобрения, ищите продукты, содержащие разные комплексообразователи, чтобы питательные вещества оставались доступными в широком диапазоне условий, включая далекие от оптимальных. Эрик Брикса. При выращивании любой культуры, в том числе и озимой пшеницы, залогом успеха служит сбалансированное питание растения. Этот процесс предполагает поглощение корневой системой и листовой поверхностью минеральных веществ. Если корни поглощают минералы, содержащиеся в почве, то поверхность листа впитывает полезные элементы за счет внекорневой подкормки. Кроме углерода, кислорода и водорода, поступающих в растения пшеницы главным образом в составе углекислого газа и воды, пшеница в наибольших количествах потребляет азот, фосфор, серу, калий, кальций, магний, железо и кремний. Кроме названных элементов, для нормального роста и развития пшеницы необходимы и такие микроэлементы, как марганец, бор, медь, цинк, кобальт и молибден. Основная часть макроэлементов вносится непосредственно перед пассивом пшеницы, например, азот наиболее актуален ранней весной, фазу кущения либо выхода в трубку. Норма внесения минеральных удобрений в почву определяется запланированной урожайностью, однако порой и этого бывает недостаточно в связи с негативными погодными условиями. Выходом из данной ситуации является применение внекорневой подкормки препаратами, содержащими микро- и макроэлементы. Для нормального роста и развития растений достаточно небольшого количества микроэлементов. Это подтверждает и закон минимума – внекорневая подкормка является единственным способом корректировки питания. Определение валовой потребности пшеницы в элементах питания нельзя смешивать с определением потребности в удобрениях, поскольку с одной стороны часть потребности растений покрывается самой почвой, а с другой – внесенные удобрения используются далеко не полностью. Потребность пшеницы в удобрениях определяется путем постановки прямых полевых опытов по определенным агрохимическим схемам. Именно с этой целью в 2016 году одесским филиалом торгового дома «Кессон» был поставлен опыт по влиянию на развитие пшеницы препаратов, содержащих 1,2 элемента питания и внесенных внекорневым методом. В рамках опыта были изучены препараты линейки «Хелатин». Первым из них стал «Хелатин магний», который целесообразно использовать в фазу кущения или на стыке выхода в трубку с началом калашения вместе с карбамидом и микроэлементами. Вторым препаратом стал «Хелатин медь», влияющий на формирование генеративных органов. Марганец улучшает использование растениями как нитратного, так и аммонийного азота. Бор принимает участие в процессах опыления. Цинк способствует накоплению фитогормона ауксина. Малибден интенсифицирует процесс фотосинтеза. Еще одним препаратом, использованным при проведении опыта, стал «Хелатин фосфор калий». Наибольшее количество фосфора необходимо вперед от начала выхода в трубку до цветения, когда растения создают его запас для налива зерна. Под влиянием калия формируется хорошо развитая корневая система. Улучшается кущение, вырастает крепкая соломинка, что предотвращает полегание. В рамках опыта обработку указанными препаратами проводили двухфазно – фазу кущения и фазу флагового листа. Данные препараты проходили сравнение с комплексным микроудобрением «Хелатин форте». Целью проведения опыта было определить влияние микроэлементов на урожайность озимой пшеницы. Следует отметить, что в 2016 году посевы озимой пшеницы в северных районах Одесской области были массово поражены вирусными болезнями, что проявлялось в удлинении и покраснении листовой пластины, а также в замедлении роста. Данные симптомы проявлялись в фазу кущения выхода в трубку. Как известно, на сегодняшний день практически не существует препаратов против вирусных заболеваний. Единственным выходом стало дополнительное фоновое двухфазовое внесение вне корневым способом препарата «Хелатин форте» и «Карбамида» для усиления иммунитета растений. Результат опыта оказался довольно неожиданным. Наибольшую прибавку урожайности показали препарат «Хелатин фосфоркалий» и «Хелатин марганец». Достаточное обеспечение растений пшеницы фосфорно-калийными удобрениями повышает их морозоустойчивость и ускоряет рост корневой системы, что в свою очередь положительно сказывается на усвоении растениями, почвенной влаги и питательных веществ. Пшеница, выращиваемая в монокультуре из-за большой концентрации в почве болезнетворных микроорганизмов, поражающих корни, может положительно реагировать на фосфорное удобрение даже тогда, когда анализ грунта указывает на среднюю или высокую концентрацию этого элемента. Прибавка урожайности пшеницы при внесении марганца обусловлена высокой потребностью зерновых культур именно в этом микроэлементе. Средние показатели прибавки урожайности на уровне 3 центнеров на 1 гектар показали препараты хилатин-медь, железо и цинк. Неэффективным оказалось внесение препаратов хилатин-монобор и хилатин-малибден. Известно, что пшеница потребляет данные элементы в наименьшем количестве. Это указывает на достаточное содержание данных элементов питания в почве, способное обеспечить полноценное развитие растений. Вследствие чего внекорневые обработки молибденом и бором оказались неэффективными. Следует отметить, что в последующие годы положение может кардинально поменяться, когда содержание этих элементов в почве снизится до минимума. Важно помнить, что планирование урожайности в обязательном порядке должно происходить с предварительным проведением почвенного анализа, который и даст ответ на вопрос, сколько и каких удобрений необходимо вносить. И будьте уверены, соблюдая все необходимые мероприятия по уходу за растениями, вы гарантированно получите высокий урожай. Исходя из сказанного, следует сделать вывод. Выбирая удобрения, нужно отдавать предпочтение именно хелатным формам, причем с использованием нескольких хелатообразователей.